В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сходите по мне, а то не слышно С Новолетием, с Гражданским, поздравляю вас, дорогие Честная цель, братья и сестры, так-то Новый год не в это время должен быть Но уж так, потому что мы с детства привыкли к календарю другому Установленный еще советскими новостями Ну, с другой стороны, уже во многих странах, кроме России, Грузии Еще, может быть, не знаю, какая церковь еще не отказалась от старого календаря Все равно уже празднует Новый год именно в этот день И в детство Христов уже отмечают даже православные греки, например Там монахи, которые с монастырей уезжают на материк Они два раза в детство праздника Сейчас 25-го, ну а куда же деваться, надо же помолиться Да, потом уже еще и 7-го января Так вот и мы празднуем Новый год, потом Старый Новый год Это действительно только в России так, Старый Новый год Что же нам этот год пожелать? Во-первых, я очень рад, что все бы сегодня Новый год встретили молитвы Это, конечно, слова не очень может быть правильные И они, может быть, являются неким пожеланием Что как встретишь Новый год, так его и проживешь Да, но тем не менее, если это уж все-таки как пожелание звучит Потому что не все как встречают и проживают И с одной стороны, слава Богу То, что не у всех счастье бывает в этот день Да, бывает даже наоборот несчастье Но тем не менее, если это уж такое, так сказать, пожелание То очень хорошо, что мы с молитвами, с благословением Царства Да, Царства, Царства Духа Святого, Царства Божия Которое все мы должны стремиться, которое мы стяжать должны живет здесь на земле Какие пожелания, ну? Ну, во-первых, если обратиться к слову апостольскому Сегодня апостол Павел говорил о вере О вере Уверхрять нам надо нашу веру Потому что вера это не только хорошее знание догмата И истории Церкви нашей И предания Все это хорошо и замечательно Многие, к сожалению, не глубоко погружаются в предание церковное Как часто приходится замечать Ну, в этом смысле существует школа воскресная И, собственно говоря, если человек желает как-то все-таки знать побольше Хотя бы о символе верить Можно почитать катехизис И старые редакции Бывая это еще Осковского блаженной памяти От других в тот семинаре Лучше ничего не могут найти Составляются другие Современные Но они все равно вот так в чем-то в общем-то должны вступать Но, тем не менее, что-то можно верить Но это только начало Без которого невозможно идти дальше Но идти-то дальше не нужно Соответственно, когда мы говорим человека верующего Мы все-таки вкладываем в это понятие Личное большее, чем знание догмата Правильно ли? Потому что есть люди, которые Профессора богословия Которые не знают Бога И не любят Бога И не верят в Бога Поэтому, когда мы говорим человек верующий Мы понимаем, что человек живет согласно вере И вот первое, чего бы хотелось бы пожелать Чтобы мы верили Таким образом Чтобы Наша вера, как образ жизни Креплялась усилнее и сильнее И когда мы действительно будем Как свеча, которая Не под спудом, а которая светит всем И чтобы у нас действительно свет Как Господь Наш Иисус Христос Желает, да? Чтобы наш свет светил И перед всем людьми Чтобы они Видели наши добрые дела И прославляли Отца нашего Небесного С одной стороны вера С другой стороны будем Истерегаться Будем истерегаться Греха Осуждения и соблазна В Евангелии как раз говорилось О грехе соблазнах Что горе Там невозможно Мир без соблазнах Но горе тому человеку Через который Соблазн приходит Лучше было бы Мельничный жернов Одеть на шее А вы знаете Мельничный жернов Жернов когда-нибудь Видели? Знаете? Видели? Да Они имеют разный размер Даже Жернов небольшой размер Очень быстро Человеку тянет На дно Я видел Жерновары Тринадцатого века Могу сказать Что они очень тяжелые Очень То есть Вот что значит Соблазн Поэтому Иоанн Крестьянкин Блаженной памяти Старец Надеюсь Скоро будет прославлен Скоро будет Честного монастыря Он говорил Часто так Что Боже Из греха Соблазна Это касается Нас Священства Буховенства Конечно И всех верующих Людей Потому что Можно часто Слышать Слова Может быть Они несправедливые Слова Но можно часто Слышать слова Так Что Ну вот Он верующий Или она верующий Вот я знаю Соседа А он делает То-то и то-то Она делает То-то и то-то Я вот не верующий Зато вот Порядочный Вопрос Конечно Насколько Но тем не менее Тем не менее Есть Соблазн Бывает Бывает Такое Поэтому Вот этого Будем стараться Избегать Ну и конечно Свою немощь И если мы Сможем это делать Можем это делать То слава Богу Но если даже Мы язык удерживаем Часто внутри Наших происходит Осуждение Причем Если мы Превыкли Осуждать То это все Происходит Настолько Настолько для нас Незаметно Что мы Только потом Обнаружим Что мы Можен Человек Разудили Да Так что Вот помоги нам Господи Еще И Как пожелание Всем нам Чтобы мы От этого Дреха Старались Выправляться И тогда Действительно Мы не будем Суждены Примеров Житейной Литературы Достаточно Уж не буду Здесь Приводить Ну и конечно Нельзя не сказать О Серьезным Противостоянием Не больше Не меньше Как Противостоянием Против духу Злоба Поднебесных Речь идет Сегодня Потому что Война Которая сегодня Происходит Специальная Военная Операция Да Мы так В простонародье Называем ее Войной Да Она происходит В сердцах Людей Это Мировоззренческая Сражение Сражение Вообще За то Чтобы мы Остались В уме И Россия Является Хотим Может Над этим Кто-то Смеяться Но Москва Действительно Третий Рим И Действительно Действительно В этом Противостоянии Все Скажем так Добрые люди Смотрят на Россию Потому что Это единственная Сегодня Страна Которая Как-то Может Сдержать Сдержать Напор Зла Которые Которые Способен Очень быстро Разрушить Жизнь На земле Если хотите Апокалипсис Книга Такая сложная Для толкования Одно из Толкований Можно поставить Кто-то Говорит Царь Удерживающий Кто-то Говорит Патриарх Удерживающий Можно сказать Что и Россия Удерживающий Если в геополитическом Смысле И мы знаем Как трудно Вот недавно Вы знаете В мобили Белгород Попали Туда Не все Сумели Сбить Наши Силы ПВО И погибли Люди Большинство Человек Пострадало Трое Детей 23 По-моему Человеку Убитые Представляете Новый год Людей Кто-то У кого-то Гроба Стоит У гроба Кто-то Кто-то В больнице Своими родными И так далее Понятно Что люди Решились А вы представляете Еще 100 машин Больше 100 машин Повреждено Представляете У людей Такая беда Сколько домов Вы представляете Когда Взрывной волной Витя Выбивает стекла Люди Остаются Надолго До степла А это Не только Какие-то Взрослые Мужчины Которые Могут Быстро Скажем так Найти пленку Там Утянуть А бабушку А женщины Несчастные Виноги Им как Так что Да Очень непростое Конечно Время Непростой Новый год Но тем не менее Знаете Кто-то и радуется В этот день У кого-то Ребеночек родился Кто-то женился В этом смысле Жизнь Продолжается И слава Богу Что и много радости Много радости У всех у нас И поэтому Будем помнить слова Апостола Павла Который говорит Радуйтесь Радуйтесь С радущимся И Плачьте с плачьей Или Лучше На броске Плачьте с плачьей И радуйтесь с радущей И радуйтесь Так что порадоваться так что жизнь продолжается русский человек всегда живет надежды на лучшее это лучше неизбежно совершится но от нас с вами зависит как бы молиться так и такой будет результат так что помоги нам всем господи а причастники послушны благодаря святого причтения слава тебе боже слава тебе слава тебе слава тебе